Всем привет, мои дорогие! С вами Маша и вы смотрите канал похудения мамы и дочки. Сегодня будет теговое видео, автотег, и записываю его я не одна, а совместно с Ксюшей из Израиля, канал Ксения Телави. Это ее основной канал, также у Ксюши есть еще несколько каналов. Ксюша пригласила меня поучаствовать, и сейчас мы с ней вместе будем отвечать на вопросы. А ссылку на видео Ксюши я оставлю внизу, под этим видео, в инфобоксе. Итак, в каком возрасте вы стали водить машину? Мне было года 22, когда я начала учиться, это были первые попытки, где-то на пустыре, где-то за городом. Потом, через какое-то время, я стала брать частные уроки у инструктора, и мы уже катались по всей Москве. Я тогда практически овладела техникой вождения, и через какое-то время еще я поняла, что мне срочно нужны права, потому что, наконец-таки, мне нужно водить машину. Я записалась в автошколу, сдала все экзамены, получила права и была на седьмом небе от счастья. Дальше. Мечтали ли вы об этом, или просто была такая необходимость? Это была мечта, я мечтала об этом с детства, я в детстве знала, что когда вырасту, обязательно буду водить машину, я видела себя за рулем, и даже когда мы с папой куда-то ехали, мне было лет 6, может, даже меньше, я всегда внимательно наблюдала за его руками, ногами, куда он нажимает, что он переключает, и задавала ему кучу вопросов. Так что страсть и любовь к машинам и к вождению у меня с детства. Что касается необходимости, для меня, если говорить обо мне, машина – это необходимость, это не роскошь, это не статус, это не что-то еще, это абсолютная необходимость, жизненная необходимость, потому что для меня это свобода, это независимость ни от чего, ни от кого и ни от каких обстоятельств. Я считаю, что неважно, где мы живем, в мегаполисе, или в маленьком городе, или где-нибудь на острове, машина все равно необходима, вот если бы я жила в маленьком городе, то все равно бы имела машину, потому что даже если все близко, рядом, под рукой, в пешей доступности, все равно есть какие-то отдаленные районы, какие-то места, которые мы посещаем, и делать это на машине значительно быстрее, удобнее и легче. Кроме того, есть магазины, те же продуктовые магазины, если мы отправляемся за продуктами и собираемся купить их не на один день, а на какой-то период, то это сумки, тяжелые сумки, и намного удобнее погрузить их в машину, привезти домой. Также любой другой шоппинг, какие-то коробки, сумки, пакеты и все прочее, другие обстоятельства, другие какие-то вещи. То есть я считаю, что машина – это абсолютная необходимость, по крайней мере для меня, в моем случае, и не представляю, как без нее вообще можно жить. Был ли страх? Нет, страха не было никогда, было огромное желание, и я помню свой первый день, я получила права, и на следующий день с утра я села за руль, страха не было никакого, была просто радость. Получалось ли сразу или было много косяков? Ну, не могу сказать, что были какие-то особые косяки, единственное, что было, я поначалу плохо ориентировалась по боковым зеркалам, но потом постепенно, со временем, как-то все наладилось, и незаметно стало ориентироваться. То есть как бы вот это единственный был момент. Самый смешной эпизод. Пожалуй, самый смешной эпизод произошел в Тунисе. Мы арендовали машину, мы жили в Хамамете, отдыхали там, арендовали машину и поехали в Тунис. И по дороге из Хамамета в Тунис, с правой стороны, такое поле, плантация, где растут кактусы очень красивые, и с плодами, плоды тоже очень красивые. Мы остановились посмотреть на эти кактусы, даже решили их собрать, их собрали, положили в машину, туда-назад, к заднему зеркалу, и в этот момент за руль решила сесть я. Машина была на механике, и я уже тогда отвыкла от механики, сейчас я, наверное, вообще не смогу водить механику, хотя когда-то прекрасно ее водила. И я проехала какое-то время, потом уже другой кто-то должен был сесть за руль, и я стала парковаться, что-то куда-то не попало в передачу, в результате резко затормозило. Ну, не очень резко, но так вот резковато, и эти плоды посыпались вниз. Ну, мы их собрали, я села назад, и мы поехали дальше. Мы едем, и все чувствуем, что что-то колется, что-то не то. Потом мы остановились, и видим, что все в колючках, вообще все сидение, спинка, и все мы в колючках. Мы стали вытаскивать эти колючки друг из друга, чистить машину, поехали дальше. В общем, в результате мы целый день кололись, и на следующий день кололись, мы поменяли одежду, и все равно нам казалось, что что-то колется. В общем, это на самом деле было очень смешно. Было давно, но мы до сих пор это вспоминаем со смехом, потому что на самом деле было очень смешно. Наши лица, и вообще все эти колючки, они были прозрачные, очень тонкие, как занозы, и по всей спине, по всей одежде, везде, по всей машине. В общем, на самом деле, да, это было очень смешно. Самый страшный эпизод. Самый страшный эпизод произошел тоже много лет назад. Была зима, уже было темно, и мы ехали по Мичуринскому проспекту из области в сторону центра. Было плотное движение, шел мокрый снег, и в районе фестиваля торгового центра в меня врезалась машина. Это был развозчик пиццы, у него была какая-то маленькая машинка, он, видимо, очень сильно торопился и ударил меня сзади. Удар был не сильный, я даже поначалу не поняла, что произошло, но в результате меня отбросило на другие машины, и потом влево. А движения в сторону области практически не было, машин там не было. Я попала, фактически меня отшвырнула навстречку, но у меня очень хорошая реакция, я моментально вернулась обратно сюда, в крайнюю левую полосу, и затормозила. Мы вышли из машины, зад был поврежден, и бок тоже был поврежден. Ну и мы не испугались ничего, потому что с нами абсолютно ничего не произошло, мы как сидели, так и сидели, то есть ни царапины, ни удары, ничего, потому что когда-то очень давно мы ехали в такси, попали тоже в аварию, ну не в сильную аварию, тоже в нас кто-то врезался, мы в кого-то, и там был удар значительно сильнее, мы как-то подпрыгнули и ударились головой. То есть в этот раз не было ничего, как сидели, так и сидели. И даже не успели испугаться. Но потом, когда я уже, ну потом приехали гаишники, все как положено, и на этой же машине мы доехали до дому. То есть потом уже стали ее, отвезли ее в сервис и стали ее ремонтировать. Но потом, когда уже прошло какое-то время, мы приехали домой, прошел час-два, и я стала вспоминать это все, конечно, стало страшно, потому что когда меня отшвырнуло на встречку, я видела уже фары, то есть оттуда приближались, ехали машины на меня. И если бы у меня не сработало, то есть если бы у меня не было такой реакции, то я не знаю, что могло бы быть. Но возможно, они бы остановились, потому что они тоже видели, что произошла авария, но неизвестно, что бы было. В общем, как бы тут, конечно, вот сработало то, что у меня очень хорошая реакция, и я просто вот на автомате как-то быстренько вырулила обратно. То есть вот потом мне было страшно, и на следующий день мы уже, когда с утра выехали, мне тоже было страшно, я уже не на моей машине, я была на месте пассажира, мне было страшно. Вот первое время, первый час, наверное, или два мы когда ехали, ну мне казалось, что мы сейчас кого-то врежем силе в нас, но потом уже все прошло, то есть уже к вечеру было все нормально, и я абсолютно спокойно потом после этого водила машину, то есть проблем не было никаких. Но здесь, вы знаете, вот если меня кто-то смотрит, начинающий водитель, или тот, кто собирается водить машину, я вам скажу, что я знаю очень многих людей, которые попадали вообще в страшные аварии, и вот в машине было, скажем, три человека или там больше, и кто-то ломал руку, ногу, а с кем-то не было ничего. То есть здесь все судьба, что должно быть, то и будет. И то есть вот бояться аварий, я считаю, что не стоит, потому что человек может просто идти по тротуару, может стоять на остановке и ждать автобуса, может на него наехать машина, то есть такие случаи я тоже знаю. То есть случаи бывают разные, и чему быть, того не миновать, поэтому не пугайтесь. Я думала рассказывать об этом или нет, но все-таки решила рассказать, и также сказать о том, что не надо этого бояться, такое случается сплошь и рядом, и все судьба. Чему быть, повторю, того не миновать, поэтому не пугайтесь, но это как бы есть, такое тоже бывает. И я вам скажу, что на 100% избежать аварий практически невозможно, потому что если ты едешь и в потоке машин, и плотное движение, и даже если ты видишь, что на тебя сзади кто-то летит, ты не можешь предотвратить столкновение, потому что тебе некуда деться. Впереди машина, слева, справа, тебе просто некуда деться. Ты можешь как-то смягчить удар, но полностью предотвратить аварию невозможно. Также я знаю очень много эпизодов, мне рассказывали, вот у нас на Кутузовском очень часто происходят аварии. Там есть несколько мест, просто каких-то заколдованных, и там очень часто происходят аварии. И вот люди проезжали это место, и буквально через 20 секунд случалась авария. Они буквально это видели в зеркале заднего вида. Либо не доезжали 20-30 секунд, и вот происходила авария. То есть, хочу сказать, что все судьба, они могли попасть тоже, стать участником, допустим, вот одной из тех аварий. Так что не бойтесь, в жизни всякое бывает, и не обязательно, что с вами это произойдет. Повлияли ли эти события как-то на вас? Нет, вы знаете, никак не повлияли. Ну, я как бы с тех пор стала еще более внимательнее. Но вот, как я уже сказала, ты можешь быть очень внимательным, но есть какие-то вещи, которые избежать просто невозможно. Нет, не повлияли как бы страха, как не было, так его и не было. Водили ли вы машину в других странах? Да, да, водила, конечно, разница. Ну, разница в том, ну, если это какой-то город, например, небольшой, то там практически нет пробок. Там, ну, вот где я водила, да, вот в странах Европы, Греции, тоже на островах я водила машину. Где еще я водила? На Кипре я водила машину. Ну, вот в Тунисе, ну, это как бы совсем чуть-чуть там по трассе. И это можно не считать. Ну, вот везде, где я водила машину, разница в том, что если это небольшой город, то водить проще. Нет особо пробок, даже если они какие-то есть небольшие, они моментально рассасываются. То есть, по сравнению с Москвой, это просто смешной детский сад. Если это какие-то курортные зоны, те же острова, то там практически нет машины. Водить там просто одно удовольствие, там роскошные дороги, даже вот на островах, в той же Греции, например, на Кипре. Там роскошные просто дороги, машин практически нет. Едешь, красота, и получаешь удовольствие. Я получаю удовольствие. Я вообще отвардей не получаю удовольствие, даже в Москве. А уж когда вожу где-то в других странах, то это просто неописуемое удовольствие. Особенно, если ты едешь справа или слева море, или море со всех сторон, такое тоже бывает. Это просто для меня сказка и удовольствие. Кто они, московские водители? Ой, вы знаете, в Москве водителей очень много, потому что тут не только москвичи, тут очень много людей из других городов, и ближнего Подмосковья, и дальнего, и вообще из других городов. Поэтому так вот очень сложно сказать, но если говорить именно о москвичах и говорить коротко, то я бы выделила, наверное, две категории основные. Это агрессивные водители, которые постоянно куда-то торопятся, месутся, постоянно сигналят фарами и водят очень агрессивно, и создают постоянно опасные ситуации, от которых нужно даже уворачиваться. То есть тут нужно очень внимательно быть, если попадается такой водитель, его лучше пропустить. И есть еще категории водителей, которые зимой не водят, а водят только когда тепло, когда сухо, они не уверены в себе, иногда тоже делают очень такие вот странные, непредсказуемые вещи. Вот если говорить так вот совсем коротко. Но на самом деле есть очень много. Есть, например, кроме агрессивных, есть также водители, которые никогда не пропустят, никогда, которые просто едут вперед, прут, что называется, и никогда не пропустят. Вот они меня, конечно, раздражают на дорогах, потому что это очень неприятно. Он, допустим, стоит, а ты куда-то выезжаешь, он так или иначе стоит. Он может тебя пропустить, ты буквально вот проедешь, но это тоже несколько секунд и все, и дальше он как стоял, так и стоит. Но нет, он может проехать вперед, чтобы тебя не пропустить. И вот пока он не проедет, как бы ты не проедешь. Вот это неприятно. Но я вам хочу сказать, что таких водителей, по моим наблюдениям, становится меньше. Потому что вот в последнее время я все-таки больше наблюдаю вежливых водителей, которые пропускают, и мужчины пропускают, и женщины. Я, например, всегда всех пропускаю, потому что понимаю, что если я стою, ну какая мне разница, я стою и стою, пусть человек проедет. То есть как бы это тоже доли секунды, и я от этого, то есть ничего со мной не произойдет. Я пропускаю всегда на выездах, на въездах, всегда, если есть возможность, я всегда пропускаю. Ну вот в основном, наверное, так, если говорить вот коротко, вот агрессивные хамы, да, вот на дорогах, так их назовем, просто по-другому никак не скажешь. И те, которые их называют подснежниками, те, которые зимой как бы машины держат в гараже, а летом, ну в теплое время они выезжают, и они как бы, ну неуверенные в себе, водят плохо, и тоже создают такие вот опасные ситуации на дорогах. То есть я бы так ответила на этот вопрос. Есть ли специфика вождения в других регионах России по сравнению с Москвой? Вы знаете, я не знаю, я не ездила, я не была в других регионах. Если говорить о ближнем Подмосковье, вот города, которые находятся тут вот недалеко от нас, например, там Итища, Королев, Подольск, вот такие вот города, там практически все как в Москве, просто они маленькие, и там нет пробок. Вот в центре, да, вот в самом центре, на въезде там, да, если с МКАТа, а так, ну в смысле отсюда. А так пробок нет. Ну практически то же самое. А в других городах я не была, не знаю, ничего не могу вам сказать. Какие погодные условия для вас самые сложные для вождения? В какую погоду вы бы ни за что не согласились здесь за руль? Для меня нет сложных условий, потому что я вожу машину в любую погоду, поэтому нет такого. Ну только если, знаете, может быть туман, когда ничего не видно. Вот просто такое иногда бывает редко, но бывает такое, что просто туман, стена, и ты ничего не видишь. Но в такую погоду я бы не только за руль, я бы даже на улицу не вышла, если там буквально вот несколько сантиметров, и ничего не видно. А так, как бы для меня нет никаких проблем. И в любую погоду я вожу и могу поехать вообще в любое место, то есть для меня это не проблема. По снегу и гололеду пробовали, да, конечно, постоянно, вот когда у нас зима, гололед, то есть езжу и все нормально, то есть для меня это не проблема. Тут надо просто научиться как-то подноровиться и все, то есть мне абсолютно все равно, снег, гололед, там, дождь, все что угодно. То есть вообще без проблем. И я считаю, что если ты водишь машину, ты ее должен водить в любых условиях, уметь, потому что мало ли что, могут быть разные ситуации. И надо это все уметь, чем больше навыков, тем лучше. То есть вот я так считаю. Ну тут как бы жизнь заставила, потому что когда ты живешь в Москве, хочешь ты того или нет, если ты круглый год водишь машину, ты должен учиться водить как бы и по гололеду, и по снегу, и когда дождь, и когда все что угодно. То есть вот иначе просто тогда получится, что машина будет стоять и водить ты будешь там несколько месяцев в году. Потому что вот у нас, например, сегодня какое у нас число, сегодня у нас 15 число, и похолодало. То есть вот уже середина апреля, и похолодало, и дождь, и обещают снег. То есть вот такая вот ситуация, да, то есть даже апрель месяц тоже непонятный, май он тоже непонятный. Поэтому если ты не можешь водить в любых условиях, то тогда получаются только летние месяцы, и может быть сентябрь, если он не очень холодный. Советы начинающим, особенно тем, кому необходимо, но страшновато. Вы знаете, у меня, кстати говоря, я вот сейчас помнила, есть видео на эту тему, я тоже отвечала на вопросы девушек, подписчиц. И если я не забуду, я ссылку оставлю внизу, надеюсь, что я не забуду. Там вот я даю тоже советы, я прямо вот четко выписала, я сейчас вот не помню все подряд. Но если говорить коротко, то не бойтесь, если у вас есть желание водить, то вы обязательно будете водить, потому что у меня есть знакомые, которые очень боялись, но их заставила жизнь. И они вот поначалу прямо тряслись, но потом через какое-то время они перестали бояться, и в результате они прекрасно водят машину и не представляют свою жизнь без машины. Поэтому бояться не надо, надо практиковаться. Практика, практика и еще раз практика. Я считаю, что вот это номер один, и когда вы вот получили права, если у вас какая-то неуверенность, какой-то страх, то лучше, чтобы рядом с вами сидел поначалу. Вот в первое время какой-то человек, который хорошо водит машину и давал бы вам какие-то вот практические советы. Вот если говорить коротко, а более подробно я все-таки не забуду, оставлю ссылку вот на то видео, где я подробно об этом говорю внизу. Вы, пожалуйста, посмотрите, там прямо вот четко я просто готовилась к нему, я вспоминала все-все-все, что бы я сказала себе, и тоже я говорила и вам. На этом все, мои дорогие, благодарю всех за внимание, надеюсь, вам было интересно, по крайней мере тем, кто водит машину или собирается это делать. На этом все, напомню, что ссылка на видео Ксюши будет внизу, обязательно проходите, смотрите ее версию. Всех целую, до скорых встречи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok